отношение к времени вот очень интересная тема которую я совершенно не могу сейчас трогать но повесила просто очень интересно как человечество к миру относится и это видно на языках разных как членится время в языках разных типов вы смотрите вот красным у меня написано видите это очень очень дробное членение может быть не просто прошлое настоящее будущее а прошлое которое было неудачное но вчера вечером или прошлое которое было удачно три дня назад отдельные слова или или выражение то есть человечество а язык это его слепок очень к этому относятся так трогательно вот есть стил тэнс например то есть как бы застывшее время видите есть не прошедшие времена есть прошедшие времена вот такие опять видите вот красным обозначено то есть это на самом деле вот диссертацию кто-нибудь бы написал но это для лингвистов конечно работа для лингвистов на стыке философии то есть человек должен понимать то что не просто слова там собирать из словарей а понимать что он делает вернемся к нашей алисе моей любимой героини чем эти книжки хороши они хороши тем что они написаны они я имею ввиду из-за зеркалья и в стране чудес а это конечно написано не для ребенка то есть ребенок то может это читать но он снимает только сюжет все равно ему интересно это написано для очень сильно образованных и умных людей там такое творится если вы давно читали то я вам завидую я вам просто советую взять конечно лучше по-английски потому что там слова играют но есть хорошие переводы алиса и ее соратники по этому миру они нарушают все все о чем мы говорим например время бег в пустую происходит потому что завтра всегда завтра завтра не наступает никогда но всегда завтра там прелестные вещи варенье на завтра говорит королева но завтра никогда его никогда не бывает потому что когда она уже как бы приблизилась то завтра все равно завтра это уже сегодня наш варенье никогда не наступает память на то чего еще не было о чем сейчас наука говорит довольно серьезно сны и я жить я сейчас прокомментирую жидкий мир относительно скорости и движения не понимаю как кэрол до этого додумался он додумался до вещей вам сейчас покажу до которых еще было лет сто науки относительность языка относительно семен и вот я попривожу примеры например ему снится сон говорит траля ля и как поэтому спрашивает он алису что ему снится но алиса девочка из нашего мира она будет такую я знаю никто не может знать что ему снится ему снишься ты говорит он если бы он не видел тебя во сне где бы интересно ты была вы можете представить это просто крышу сносит вы только подумайте если бы он тебя не видел где бы ты была там где я и есть конечно отвечает земная девочка алиса вот ошибаешься возразил с презрением траля ля тебя тебя бы тогда вообще нигде не было ты просто снишься ему во сне об этом огромный пласт философской литературы серьезнейшей значит вот варенье я говорю варенье только на завтра королева говорит а ты помнишь то что по моему мне это есть там дальше ну ладно я на всякий случай скажу ты ты помнишь то что произойдет там скоро алиса говорит как я могу помнить то что еще не произошло у меня я моя память такая которая помнит только то что уже было и королева говорит плохая у тебя память нужно как воспитывать свою память нужно сначала но это просто не книги это сверх шедевры сначала говорит правда когда ты вспоминаешь что чего еще не было немножко подташнивает но это потом проходит но просто сказка вот они бегут с королевой и быстро бегут и алиса говорит мне кажется что я здесь и оставалась а королева которая злобная как вы помните а ты что хотела чтобы попасть куда-то надо бежать по крайней мере в два раза быстрее вот меня больше всего в этом потрясает в два в два раза быстрее чем что чем какая скорость понимаете здесь как бы нарушены все законы вообще мыслимые чтобы куда-то попасть в два раза быстрее чем чем ноль чем чем что ведь неизвестно с какой скоростью они бегут или этом прелестные вещи говорит маргаритки но я повторяю надо по английски маргаритки их всех цветов самые несносные стоит одной распуститься как тут же распускаются за ней все следом такой крик подымают послушать их так прямо завянешь нарушение размеров летит комар не меньше гуся там пишут а почему нет теоретически может быть комар размером большим правильно мы это просто привыкли что у нас кошки такие а муравьи такие а представьте на секундочку что муравьи такие хотите в таком мире жить хочешь потерять свое имя ее там спрашивает один персонаж нет испугалась алеса и зря комар ей говорит небрежно подумай как это было бы удобно дальше она ходит по лесу где нет специальный лес где нет имен и названий и вообще нет она встречает line и говорит ей а как вас зовут она вежливая девочка из хорошей семьи правильно воспитана ведет себя как надо как вас зовут на что ланге и говорит отойдем не намного это опечатка немного здесь мне не вспомнить ей line говорит потом она отходит в ту часть леса где есть имена и названия да и говорит я лань а ты человеческий детеныш то есть это значит возможен мир где нет названий этот мир возможен он у всех кроме людей у других существ нет названий и ничего себе живут между прочим вот с лилией тоже отличная беседа ах лилия говорит алиса как жалко что вы не умеете говорить а лилия и сбивает с ног она и говорит говорит то мы умеем было бы с кем вот это сильно это я на тему не у нас нет названий у них нет сознания там чего у них нет вы как узнали был бы с кем они говорят если бы мы могли что-нибудь такое может быть и договорились бы это конечно такие тревожащие вопросы я понимаю что их можно рассматривать либо как провокацию я я не провоцирую либо как шутки веселые которыми они являются в какой-то мере но главное это здесь другое они нам взрывают сознание потому что мы привыкли жить в таком мире мы привыкли что есть твердые вещи есть жидкие есть двигающиеся есть не двигающиеся это условности нарушение то есть понимаете это они ей показывают что все это относительные вещи мне хотелось бы быть немножко побольше говорит алиус алиса помните она то уменьшалась то увеличивалась 3 дюйма такой глупый рост а гусеница которая сама такого роста она говорит чрезвычайно достойный рост но я к этому не привыкла алиса говорит со временем привыкнешь это так как королева и говорит ничего сначала подташнивает а потом будешь вспоминать и будущее помните фильм был такое воспоминание о будущем тоже удивительные вещи если бы никто не совался в чужие дела земля вертелась бы куда скорее но это вообще крышу сносит а зачем ей вертеться во-первых какие чужие во-вторых зачем ей вертеться скорее то есть здесь нарушаются все правила как бы но нормального мира про ребенка тоже отлично алиса говорит он в будущем был бы ужасно уродлив как ребенок а это ребенок который поросенок который то ли ребенок то ли поросенок но свинья пожалуй вышла бы из него красивая и она стала вспоминать разных известных ей детей которые вполне просят а вот это убивающая вещь конечно потому что здесь но просто нет времени это читать здесь ровно на тему квантового мира она входит в лавку и хочет какую-нибудь вещь взять вот на чтобы она не смотрела эта вещь перемещается зачем бы она потянулась она взять это не может потому что эта вещь уходит вещи какие здесь текучие жалобно проговорила алиса вот теперь я перескакиваю сейчас при разговорах о том что нас не просто ждет а чего мы уже дождались мы живем в мире который называется liquid или fluid world текучий мир я к этому немножко вернусь где непонятно где ничего кончается где начало начинается ну например когда вы общаетесь в отличие от меня в социальной сети вы с кем дело примете это живой человек с которым вы говорите он один или 200 под одним именем или он вообще компьютерное существо то есть его живого нет такого ну и так далее а где он живет он вам говорит я в чикаго а на самом деле где он может быть соседней комнате его может не быть вообще он может быть гонолу он может лететь в данный момент над океаном да тогда вообще вопрос о том где он снимается и так далее уж не говоря о том что это таки прозрачный мир у всех в сумках или в карманах лежат айфоны и прочие штучки мы же понимаем что происходит то есть я имела неосторожность в компьютере поискать какую-то сумку определенную боже это роковые были жесты потому что с тех пор прошел год и он мне все время подкидывает разнообразные сумки я давно не планирую но я не знаю что мне делать с ним но вы же знаете это все ну хорошо короче говоря вещи которые то ли это кукла то ли рабочая шкатулка понимаете даже неизвестно что это она не только в руки не дается она не только перемещается она еще меняется но то один то другой ужасно капризная вещица говорит алиса хуже всех прочих хотя остальные немногим лучше а вот просто вот это я наверху пишу вот почему на что-то у королевы алисы она пытается войти там несколько звонков она не знает за какой звонок взяться потому что один для гостей а другой для слуг а она королева значит она не попадает ни в категорию гостей не в категорию слуг что и делать то в какой звонить то есть она не попадает ни в одной из категорий мир неправильно расчленен а наверху что написано это у меня у самой был такой опыт мы были в гостях у друзей на даче пошли гулять и проходили мимо какого-то садоводства и там ворота были кошмарные и там большими железными буквами было написано посторонним садоводом вход воспрещен мы упали на землю просто потому что мы не знали а вот на мы и не собирались в это садоводство мы мимо шли но мы думали а мы-то мы посторонние точно но мы не садоводы но мы не садоводы